Как вы говорите, началось? Ну, я не знаю, мне кажется, это всё случайно случилось. Получается, что даже больше 10 лет назад я тогда сделала свой первый интерактивный курс. Он, конечно, был в паркпойнте, то есть я там открыла чудесную функцию гиперссылок. И я тогда работала в банке, и мы рассылали регулярно материалы, презентационные филиалы. И что-то там... Было одно у меня любимое подразделение, с которым мы готовили периодически вот эти презентации, учебные материалы. И они запускали там очередной продукт. Мы решили сделать информацию об этом не просто в презентации, а чтобы люди типа... Ну, фактически то, что мы сделали, это был такой тест внутри презентации. То есть у людей был там вопрос, и были варианты ответа, да, и можно было выбрать один из вариантов. И, в общем, то, что сейчас уже звучит так достаточно примитивно, но на тот момент это был первый интерактив в паркпойнте, который я сделала. Вот, и было еще что-то там парочку, но у меня это не, ну, как бы, оно не стало каким-то прям основополагающим. Я была бизнес-тренером тогда. Вот, а все, собственно, случилось, когда где-то через полгода после всего этого я пошла устраиваться на новую работу. Это к кому? В другой банк, в который я очень хотела. И мне там сказали, у меня у нас нет вакансии бизнес-тренера сейчас. Мы планируем ее открывать примерно через пару месяцев, и мы планируем брать человека изнутри компании. Вот, поэтому мы сейчас у тебя не можем на бизнес-тренера взять. Но у нас сейчас открыта вакансия координатора по дистанционному обучению. Я сказала, что за ерунда вообще, какое дистанционное обучение. Это чем был? Это был 2008. Я была тренером до мозга костей. В смысле, весь мой учебный контент, который мы в процессе тренинга рождали, он рождался во взаимодействии с группой. То есть это дискуссии, это то, что сейчас называется фасилитация, модерация и так далее. Вот, и представить, что обучение происходит в формате просто передачи информации, еще и через компьютер. Это было для меня очень скучно. Ну, вообще я не видела этого особого смысла. Но вот меня убедили чисто на том, что они будут смотреть на человека на вакансию бизнес-тренера через два месяца изнутри компании. Вот так вот случайно все и сложилось. Через два месяца я им помогла найти человека на свою позицию. Ну, в смысле, на ту позицию, на которую я хотела. Вот, потому что за это время как-то я успела втянуться. Я обнаружила на тот момент, он был немножко не такой, как сейчас, этот курс лаб. Мы начали делать какие-то первые курсы, какие-то были первые эксперименты. Это все было настолько новое, настолько много чего там надо было изучить, разобраться. Было очень мало ресурсов, было очень мало материалов. И в этом, судя по всему, был какой-то драйв. Захватывающий шкат. Да, да, это было совершенно новое поле. Тогда было мало достаточно поставщиков. И почти никто из компаний, вот, из обстанских, хотя мы тоже не знаем, ну, внутри компании практически нигде этого не было. Поэтому были такие пионеры. У нас даже не было системы дистанционного обучения, потому что внедрялась в банки, внедрялась большущая система. И там было сразу все, но она внедрялась, внедрялась, внедрялась. Этот проект был уже три года, вот, и конца края там, на самом деле, не было видно. Но параллельно нам никто не давал уже бюджет на систему дистанционного обучения. В общем, все оно было фактически сделано на коленке, но, тем не менее, оно работало. А что вот сейчас? Как сейчас все делается? Как сейчас? Да. То было тогда, а сейчас? Сейчас много чего есть. Ну, в принципе, на рынке много чего есть. Но я бы сказала, что по-прежнему, ну, как сказать-то, технических решений стало достаточно много. Появился большой выбор. И это немножко сбивает людей, которые начинают внедрять обучение, потому что всегда кажется, что технологии главнее здесь, да? А на самом деле, ну, в смысле, если есть идея, если есть концепция, можно делать без каких-то, вот то, что я сейчас описала, можно делать без каких-то специальных средств, если ты понимаешь, зачем. Средства тебе только добавляют возможности, добавляют, там, ну, не знаю, охват инструментов, упрощают сильно это дело. Но само техническое средство не может стать инициатором процесса. То есть не может там случиться, что мы запускаем брейнг, потому что теперь есть из ДО. Конечно. Ну вот, да. Как ты сейчас курс идёшь? Повыходит, понятно. А сейчас? Назвать моё любимое средство авторское… Моё любимое авторское средство Storyline. Почему? Потому что в нём, ну, нет предела совершенства. Ну, в смысле, в нём можно реализовать всё, что угодно. И в сфере, какую логику программы я бы не задумала, её можно сделать. Ну, то есть, если я думаю про то, что результат, который человек должен там получить на экране, он может зависеть от выбора, который он сделал вот здесь на слайде, от выбора, который он сделал вот здесь на слайде, и потом ещё у него там что-то случилось. И я могу вот эту всю логику, если она есть, ну, как бы методически у меня в сценарии, я могу её воплотить в Storyline. Вот, то есть, ну, там, главную логику простроить. То есть ты не подстраиваешься под продукт? Да. Потому что есть, я не буду называть другие продукты, потому что есть, да, есть продукты, которые также быстро позволяют создавать курсы, но там есть ограничения, и есть продукты, в которых нет ограничений, которые очень, ну, в смысле, сложные в работе, ну, долго всё произойдёт. Это, да, так оно. Да. А вот как-то со Storyline. Если легко, то и да. Со Storyline. Сколько на твоём счету? Ну, так, на вскидку уже Ленинг проектов, которые реализовала за вот эту деятельность. Ага, смотрите. Да, ну, Ленин, это как-то так. Тут вопрос, что считаете Ленинг проектов, потому что я же занимаюсь не только разработкой курсов, я занимаюсь обучением внутренних команд разработчиков. Это же тоже проекты. Да, и у нас, получается, ну, в смысле, если по моей работе считать, вот у нас в Казахстане, я бы сказала, что более востребованный запрос, в смысле, более частый запрос связан с обучением внутренних команд. Создайте нам своего специалиста. Да, всё-таки у нас предпочитают делать своими ресурсами, то есть вы нас обучите, мы будем делать своими ресурсами. Кто-то прошёл через мои мероприятия, вот, там, и Ленинг встречи, кто-то был на Хакатоне, кто-то был на Эльфоруме. Если всех посчитать, ну, порядка ста компаний, наверное, есть. Солидно. Да. Вот мы приехали сейчас с тобой с Эльфорума. Прекрасное мероприятие, я очень доволен. Сколько дней ты его каталовала? Это ж такое тебе, вообще у тебя помощница была. У меня были соорганизаторы, с которыми мы разрабатывали концепцию. У меня были, ну, в смысле, часть работы, у меня в проекте был дизайнер. Сколько, я не знаю, откуда считать. Потому что думать про Эльфорум я... Ну, когда ты решила его делать? Полгода назад, год назад. В смысле, сказала, что... А, всё, я сделаю, я не знаю, чтобы были. Ну, наверное, впервые, когда я публично это сказала, я не знаю, это, наверное, было месяца за три до Эльфорума. Твой самый любимый, ну, наверное, самый значимый для тебя из всех твоих проектов какой? Хакатон. Хакатон? Да. Сколько раз уже было? Два. Два? А сколько команд было на последнем Хакатоне? Мы собираемся на месте. Там, на самом деле, команды, это не команды, которые приезжают разрабатывать. Это зависит от количества запросов, которые я собираю. Во-первых, в Хакатоне было не очень много разработчиков. Мы работали там в четырёх группах. Было порядка трёх-четырёх человек в группе. Во-вторых, в Хакатоне уже в группах работало порядка пяти-шести человек. Тоже было четыре запроса. У нас Хакатон – это разработка электронных курсов для социальных проектов. Например? Например, у нас есть курс для потенциальных приёмных родителей. Вот он прям законченный. Причём это уникальный проект в том смысле, что курс был целиком, стопроцентно закончен на Хакатоне. То есть за два дня команда создала абсолютно рабочий курс, который вот и сейчас он используется. для того, чтобы потенциальные родители, которые задумываются о том, чтобы принять ребёнка в семью, чтобы они поняли, с какими вообще ситуациями им придётся столкнуться, и оценили, насколько они готовы к этому. Вы на Хакатоне приглашаете людей, экспертов, которые отдают информацию? Вот, о чём я хочу сказать. Это самое интересное. Заказчиками курсов являются общественные организации. И, конечно, ну, в смысле, у меня нет расчёта такого, что разработчики курсов сами там чего-то заводняют ещё особую тему ещё и глубоко для того, чтобы сделать курс. Поэтому тут такая целевая аудитория, что вообще с ними надо делать. Поэтому это обязательное условие, что представитель заказчика, эксперт со стороны заказчика, он работает вместе с командой Хакатоне. Он готовит материалов. То есть мы встречаемся заранее с заказчиками для того, чтобы они были готовы. То есть мы с ними смотрим на материалы. Я даю рекомендации, про что ещё подумать, какие там вещи надо проанализировать и принести, для того, чтобы команды успели за два дня. То есть я понимаю, что два дня – это очень ограниченный срок. Но, тем не менее, реально за два дня, если заказчик подготовил материал, можно сделать законченный продукт. У тебя есть какой-то чек-лист для заказчика, по которому он как по структуре готовит материал? Сделал это, сделал это, это есть, это есть? На самом деле нет. Поскольку их не так много, то я с ними работаю индивидуально, чтобы вообще… Потому что всё зависит от проекта, всё зависит от цели, которые там заказчик ставит. Что универсальное придумать. Универсальные схемы, я не знаю, можно ли… Это актилы… Можно ли не придумать вообще. Вот, пока не придумалась универсальная схема. Ну и в общем, в чём идея? На самом хакатоне туда приходят не только разработчики, потому что туда приходят люди, которым, в принципе, интересно попробовать. Люди, которые, например, умеют рисовать. Либо люди, которые пишут тексты. Ну, а, например, никогда не работают с электронными курсами. Вот. То есть мы собираем людей, которые… Ну, у которых есть подходящие скиллы, да, и желания. И, которые способны поработать в команде вот эти два дня. Вот. Ну и, в общем, получается, что команды знакомятся с заказчиками. Предварительную информацию я закидываю, и мы её предварительно начинаем обсуждать до хакатона. Вот. Но, тем не менее, ну, как бы основной выбор люди делают уже в процессе. То есть, когда заказчики, вот они вживую представляют свои идеи, что они хотят, вот, команды… Люди делают свои выборы, объединяются в команды, и дальше уже идёт работа. Так. Хороший проект. Мне нравится. Ну, он получился такой. Почему он, собственно, мой любимый? Потому что он получился авторский. Никто такого не делает. Никто не делает за два дня готовый продукт, который реально можно запустить на рынок. Он будет решать маленькую задачу. Но он её будет решать. Её можно, ну, в смысле, курсы реально… У меня курсы эти готовые лежат на сайте. Можно заходить смотреть. И курсы лежат у заказчиков. Ну, вот они их используют. Ты нам потом ссылочку на сайт дашь. Мне их прикидут в видео, чтобы все, кто послушал, могли бы попробовать. Последний вопрос такой. Из факапов. Факапов профессиональных. Вот была такая ситуация у тебя, когда ты вот ожидала, что будет вот так-так-так-так-так-так, а вышла она не то, что совсем не так, а абсолютно не ожидала. У меня достаточно… Вот сейчас можно подумать, что я ничему не учусь, но у меня достаточно регулярно повторяющийся факап какой-то, связанный с подготовкой как раз внутренних команд. Когда я смотрю на рынок разработчиков курсов в Казахстане, я понимаю, что несмотря на вот то количество там тренингов, которые я провела для команд внутренних, те люди в Казахстане, которых можно назвать там звёздами, экспертами в разработке курсов, они учились сами. Это не те, кто прошёл через мои руки. Может быть это нормально? Может быть это нормально, да. Мне просто интересно, куда деваются те люди, которых я учу, которые проходят через моё обучение. Я просто… У меня достаточно повторяющаяся ситуация, и я пока не очень знаю, как её предотвратить, что когда обучение внутри компании проходит, к сожалению, эти люди потом могут свой вот этот, ну как бы, навык, то понимание, которое на тренинге там, например, по разработке курсов, понимание, которое начало формироваться, они не начинают его использовать. То есть компания заказывает тренинг, но при том, что там внутри тренинга есть посттренинговое сопровождение, компания не, ну как-то не знаю, не контролирует, не озадачивает потом этих людей, чтобы они реально разрабатывали курсы внутри компании. Или, по крайней мере, это случается там, я не знаю, спустя полгода после того, как тренинг закончился, спустя год. Понятно, что за это время уже, ну как бы, и знания выветрились, и там… Ну, навык не дошёл, да, потому что… Ну, самые мои любимые проекты, у меня, к сожалению, было таких немного, но самые мои любимые проекты, это когда реально был заказан тренинг, реально мы встречались потом с этими командами, которые берут курсы в разработку в процессе тренинга, мы с ними реально встречались и обсуждали, что у них получается, там была возможность скорректировать, дать обратную связь, рекомендации, и вот из этого, когда получались курсы, это прямо было очень вкусно. Ну, это работает, если прямо сразу после тренинга у людей есть вот эта задача – выдать готовый продукт, и они тогда должны там, да, в течение месяца, например, закончить этот курс. Но, к сожалению, большинство компаний как-то людей после тренингов не озадачивают разработкой курса. Может, это временно это было. Ну, надеюсь. Свет, спасибо. Было очень интересно. Да.